Исправить ошибки авторов Трукластера. Вот, можно сказать, задача авторов проекта купеческого квартала. Молотобольская, первая Барнауле пешеходная улица. Увы, вторым Арбатом, столпами туристов, десятками магазинчиков она пока не стала. Авторы нового проекта, а это общественники, архитекторы и, что важно, бизнесмены, уверяют, гораздо больше для роли пешеходки всегда подходила улица соседняя, Льва Толстого. Например, важно то, что почти половина зданий здесь уже отреставрировано, а само место, что называется, прикормленное для бизнеса. Сделав ее пешеходную, привлекая жителей города для прогулки, это даст бизнесу дополнительный стимул эти памятники восстановить и содержать их должным образом. Данная улица, на мой взгляд, наполнена какими-то смыслами, имеет свою уникальную атмосферу. Для тех, кто профессионально занимается историей города Барнаула, его архитектурой улица Льва Толстого, это своего рода сакральное, что ли, место. Дело в том, что она расположена на той же линии, что и старейшая улица города Барнаула, Ряпасовская, по сути, являясь ее историческим продолжением. Авторы предлагают выделить целый квартал в пределах Молотобольской и Ленина Толстого Социалистического, так, чтобы посетители могли окунуться в атмосферу торгового Барнаула, провинциального купеческого города, конечно, со скидкой на реалии. Эскизов пока нет, но предполагается, что это будет некий свод правил оформления зданий, наполнения торговых точек и так далее. Ориентир – город Иркутск, где несколько лет назад реконструировали сразу большой район – Иркутские кварталы. Ранее неприглядное место теперь принимает сотни тысяч туристов в год. Иркутские эксперты уверены, у Барнаула шансов на успех не меньше. У города Барнаула довольно шикарный потенциал у исторического центра. И можно не только сделать несколько пешеходных улиц – Молотобольскую, Льва Николаевича Толстого – и наполнить эти кварталы общественными функциями, сделать полноценные общественные пространства, как это получилось у нас в Иркутске. Купеческий квартал разрабатывается в рамках Всероссийского проекта «100 городских лидеров». Чтобы туда попасть, барнаулицы прошли серьезный конкурс. Но если предположить, что проект составили и утвердили, где брать средства на его реализацию? Скорее всего, это будут вложения, в основном, на наш взгляд, тех резидентов, нынешних и будущих, как называют, бизнеса, и с частичным, возможно, софинансированием государства. Правда, уже сейчас понятно. Авторы проекта столкнутся с множеством трудностей. Потому что вопросов здесь пока больше, чем ответов, начиная с момента превращения улицы в пешеходную. Если здесь есть и будет на что посмотреть, в принципе, все будут здания аккуратные, адекватные к восприятию внешнего, то, я думаю, возможно сделать пешеходную улицу. Почему бы и нет? Главное еще, потому что все равно мы все приезжаем, и нужно для того, чтобы организовать пешеходную часть, организовать и место, где поставить машины. Во-первых, тут много очень строителей магазинов, поэтому в любом случае будет хуже. Людям не подъехать, ничего не загрузиться. Поэтому, я считаю, пешеходная зона там есть. Как бы, может быть, достаточно. Если, конечно, в комплексе все это дело, рассматривать пешеходную зону, то может быть. Более того, некоторые владельцы магазинов, правда, не на камеру, признались, что опасаются перевод улицы в чисто туристическую может навредить их бизнесу. Ведь сейчас туристам здесь нечего смотреть. Чтобы было что смотреть, улицу нужно кардинально преображать. Такой вот замкнутый круг, который и должны разомкнуть авторы купеческого квартала. Предполагается, что черновой проект будет готов до конца года. Илья Кчетков, Николай Шелкодин с толком